Вильнюс И не стоит ни в коем случае думать, что на следующий год, на следующий день прямо все превратится, то есть риторика будет меняться, потому что они понимают, ничего не будет, ну парафируют. Так как мы с вами сейчас разговариваем, а где-то в Вильнюсе кто-то поставил две закорючки. Ну и как наша жизнь изменилась? Никак. Потом этот документ еще в определенное время его нужно подписывать, а потом ратифицировать. То есть они вот от этого этапа к этапу, до выборов собираются вот тянуть максимально. Для них очень страшно другое. То, что будет ухудшаться еще сильнее экономическая ситуация в стране, недовольство будет расти, безвизов в режиме не ожидается, потому что они надеялись, что МОС могут спекулировать на этом. Не удастся уже, это все прекрасно знают. Самое страшное, что в Европе начинается тоже предвыборный цикл и меняется руководство, которое их поддерживало. Это будет в апреле следующего года. У них очень мало времени осталось для спекуляции. После апреля следующего года может начаться такая катавасия с публичной информацией совершенно другого рода. Там в Европе тоже не все довольны восточным партнерством и деньгами, которые куда-то исчезли. Вбухали там, если взять этот бюджет противосточного партнерства, у европейских налогоплательщиков тоже есть массовый вопрос. Куда они делись? Потому что особых результатов не видно, я извиняюсь, ни в одной стране восточного партнерства. И как бы из нас не пытались сделать даже формально, якобы у нас здесь много успехов, они очень сомнительно выглядят, эти успехи. И сказать, собственно, много по этому поводу нельзя. Поэтому у нынешних властей до Вильнюса уже другая задача. Что придумать и как обманывать своих людей, что дальше? То есть следующая конфета уже какая? Вот это будет реальной головной болью. А так, естественно, Елена, ничего не будет ни после этого Вильнюса, ни после другого саммита. Потому что страна может развиваться, если она что-то делает и работает. Мы пока что закручиваем гайки и понемногу, как видим, разрушаем все предпосылки. Закроем себе экспорт в Россию. Если они начнут еще наших гастарбайтеров оттуда высылать, вот это будет полный номер.